Царю небесный, утешителю души и сцены, И везде сын, и вся исполняй сокровища благих, И в жизни подателю приди в силе сябли, И отчистены от всяких сверней, и спаси блажа души нашей. Отец наш небесный, молим Тебя, именем Господа нашего Иисуса Христа Спасителя, Прибудь с нами, научи нас исполнять волю Твою, И пребывать в мире любви и согласия между Собою. Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, Ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Толкование на сегодняшнее евангельское чтение. Здравствуйте, Игорь Владимирович. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 по 16 стихи. И еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней, младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться, и пошел, пристал к одному из жителей страны той. А тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи. Но никто не давал ему толкования блаженных эпилов. Под образом человека выводит Бога воистину человека любивого. Под двумя сыновьями два разряда людей, то есть праведников и грешников. И сказал младший из них, из контекста, дай мне следующую мне часть имения. Праведность есть древний удел человеческой природы. Поэтому старший сын не вырывается из отеческой власти. А грех есть зло, впоследствии родившееся. Поэтому и вырывается из-под родительской власти. Младший сын, который вырос с грехом, приведшим, прившедшим впоследствии. И менее есть разумность, которой подчиняется и свобода. Ибо всякое разумное существо свободно. Господь дает нам разум, чтобы пользоваться им свободно. Как истинным нашим имением. И дает всем ровно, равно. Ибо все равно разумны и самовластны. Но одни из нас пользуются всем достоинством согласно с назначением. А другие дарования Божие делают бесполезным. Под имением нашим можно разуметь и все вообще, что Господь дал нам. А именно, все вообще, небо и землю, всякую вообще тварь, закон свой, пророков. Но младший сын увидел небо и обоготворил оное. Увидел землю и почтил ее. А в законе его не хотел ходить. И пророкам делал зло. Старший же сын всем этим воспользовался во славу Божию. Господь Бог, дав все это в равной мере, позволил каждому ходить и жить по своему производлению. И никто и никого не желающего служить ему не принуждает. Ибо если бы хотел принуждать, то не сотворил бы нас разумными и свободными. Младший сын все это в совокупности расточил. И что было причиной? Вопрос. То, что он пошел в дальнюю сторону. Ибо когда человек отступит от Бога и удалит от себя страх Божий, тогда он расточает все божественные дары. Будучи близки к Богу, мы ничего не делаем такого, чтобы достойно погибели. По сказанному. Всегда видел я пред собой Господа, ибо Он одесну и меня. Не поколеблюсь. Псалом 15, 8 стих. А удалившись и отступив от Бога, мы делаем и терпим всевозможное зло. По словам. Вот удаляющие себя от тебя гибнут. Салом 72, 22 стих. Итак, неудивительно, что расточил имение сын, ибо добродетель имеет один предел, и есть нечто единое, а злоба многочастна и производит много соблазна. Например, для мужества один предел, а именно, когда, как и на кого должно употреблять гнев. А злобы два вида. Это страх и дерзость. Видишь ли, расточается разум и единство добродетелей погибает. Когда это имение расточено, и человек не живет ни по разуму, то есть по естественному закону, не последует закону писанному, и пророков не слушает. Тогда наступает для этого человека сильный голод. Не голод хлеба, но голод слышания слов Господних. Амос, 8 глава, 11 стих. И он начинает нуждаться, говорит Слово Божие, поскольку не боится Господа, но далеко отстоит от Него. Тогда как боящимся Господа нет скудости. Псалом 33, 10 стих. Не по контексту. Так как боящийся Господа крепко любит заповеди Его, поэтому слава и богатство в доме Его, и он скорее по своей воле расточает и дает убогим. Псалом 111, 1, 3 и 9 стихи. Не по контексту. Так он далек от скудости. А кто далеко ушел от Бога и не имеет пред своими очами грозного Его лица, тот неудивительно будет испытывать нужду, поскольку в нем не действует никакое божественное слово. И дальше, и пошел, то есть далеко зашел и укрепился в злобе. Дальше, Слово Божие, пристал к одному из жителей страны той. Соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом, а совокупляющийся с блудницей, то есть с природой бесов, становится одно тело с нею. 1 Коринфянам, 6 глава, 17 и 16 стихи. Всецело, делаясь плотью и не имея в себе места для духа, подобно жившим во дни потопа. 6 глава, 30 стихи. Жители той страны, дальше говорится, это отдаленное от Бога, без сомнения, суть бесы. Успев и сделавшись сильным в злобе, он, написано, пасет свиней. То есть и других учат злобе и грязной жизни. Ибо все находящие удовольствие в тени бесчестных дел и вещественных страстей суть свиньи. Глаза свиньи никогда не могут смотреть вверх, имея такое странное устройство. Почему и пасущие свиней, если поймав свинью, долго не могут ухратить ее виск, загибают их голову назад. И таким образом умеряют ее виски. Как человек, пришедший на такое зрелище, какого он никогда не видел, когда поднимает глаза на сцену, бывает поражен и молчит, так глаза тех, кои воспитаны во зле, никогда не видят горнего. Сихта пасет превосходящий многих во злобе. Каковы? Содержатели блудниц, начальники разбойников и мытарей. Ибо о всех такого рода людях можно сказать, что они пасут свиней. Несчастный сей желает насытиться, говорит Писание, грехом, но никто не дает ему всего насыщения, ибо привыкший к злу не находит насыщения в нем. Удовольствие не постоянно, но как приходит, с тем вместе и отходит. И несчастный сей опять остается с пустотой на душе своей. Ибо грех подобен рожкам, имея сладость и горечь. На время он услаждает, но мучает навеки. Никто не даст насытиться злом тому, кто услаждается им. Еще читаем? Еще не все. Тут много очень. Все? Да. Тут очень много. Еще четыре страницы. А болящих? Да. Анна Кузьмична все уже слегла, не встает. Боже, господи. Ну, Татьяна Кузьминична, знаете, дома. Ее выписали, она дома теперь находится. Ну, как ни позвонишь, он бодрый дух. Все у нее хорошо, оптимистка, слава богу. Благодарить всех за молитвы. Молится о нас. Володя, Володя положили его на лечение в отделение гастроэнтерологии. В какую больницу? В вашу? В Краевую больницу. Восьмая палата, восьмой этаж. В отделение гастроэнтерологии. Промещать порой же? Нет, нельзя. Там карантин. Карантин. Не запустили. Во всех боли. Открыл дверь, забрал сумку и все. Скорее меня, этот. Брани, красави, меня так. Нельзя-нельзя, я говорю, я зайду. Он будет мне. Сестры, кто сказал, до 10 марта? Кто до 10 марта? Борис. Они же еще раньше. Можно передачу передать. Вот братья себе поедут. Можно передать. Братья поедут сегодня. Он там раздал все книги, которые взял. Евангелие. И теперь попросил братья, чтобы они ему привезли. Так что мы сейчас им воспользуемся. Передадим ему передачку. Так, ну еще о болящих, кто есть у кого слово. Я прошу вас всех, передаю вам просьбу брата Вячеслава из Москвы. Качев. Качев, да. Он просил помолиться о его сыне. Сын температурит за 39, температура. Никак не могут снизить температуру. У нас маленький, да, 2 года ребенок. Павел, младенец Павел. А Нина Женя? Про Нина? Нина Желнерова, Нина Александровна. Ее, вероятно, госпитализируют в отделении кардиологии в кровевую больницу в среду. На среду пока так арентировались. Но видите, что Господь так все устроил. Она должна была взять там направление в своей приближительской районной больнице, чтобы там все это прошло. Мама передает всем поклон, благодарит за молитвы. Молитвы еще? В общем, определилась все, что у нее. У нее вот это, то, что была онкологическая опухоль, которую два года назад вырезали. Это метастаза от этой опухоли. Она прошла, говорит, через какие-то лимфоузлы, там сказали. И вот вышла в таком непонятном месте. Ну, где она выйдет, кто там знает. Ну, врачи сказали, что в принципе это все нормально. То есть, обыкновенное такое дело. Если не было химиотерапии и лучевой после операции, то, говорит, в принципе это вполне могло так вот выйти. И теперь вот после этой лучевой будет у нее химиотерапия. Еще. Многие господицы трудно. В общем, по полной программе оказалось. Дай бог терпения. Да. И тяжело, конечно. Постоянно в боли. Ну, она там ходит. Там церковь есть, она туда ходит. Надо иметь большое здоровье, чтобы лечиться. Ну, да. Это точно таково. Я благодарю вас за молитвы. Оба Внуша. Мы в прошлое воскресенье. Мы уже оделись, мы собрались. Да, и у нее бывает, что в животе мы пошли на обследование, все нормально. Рост у нас человечества. Возможно, что, видите, она у нас быстро растет, уже выше меня. Что-то происходит, видимо, биологические возрастные изменения. Но УЗИ показало вообще все шоколадное. Ну, слава тебе, Господи. Спасибо, Господи. Александра, есть у нас слава? Нет, нету. Нет? Да. А где? Ну, скажи. Братья и сестры, у меня просто душа болит. Я хочу сказать, Дима мой прочитал в интернете, что 7 апреля у нас на Павловском тракте открывается гей-клуб, и будет гей-парад, и приедут геи из Украины к нам, из других стран. Я не против этих людей, чтобы никто не подумал. Мне жалко, это молодежь наша, будущее. Нет, подождите, это кто-то организует специально вот это все. Владимир Путин-то ведь выступал осенью, он говорил, что у нас в нашей стране это не пройдет, у нас институт семьи, у нас православное государство. Получается, почему-то в Алтайском крае у нас это можно, вот это Содом и Гамора, все. Лен, это просто в интернете сейчас массово распространяют, никакого разрешения у них нет, ничего. Это фейк. Это просто фейк, специально, чтобы, да. Конечно, молиться в любом случае за это не надо, но это просто распространение информации, чтобы подшатнуть вот эту ситуацию, которая нестабильна. Просто я бы хотела, конечно, вот если слушают, чтобы в институтах прошли лекции, вот это последствия однополой любви, какие последствия, да, это психические расстройства, это болезни какие, включая спить, потом и суицид, это наша молодежь. Почему молодежь настроена лояльно, и мне просили мои, что не выступай, у нас толерантность, мы можем работы лишиться, и сказать им нельзя, что они геи, сейчас все, вот мы как в Европе скоро будем жить, я не хочу, чтобы у нас, как в Европе, вот это, и мусульманство, и все, Господь нас накрыл потом этим огненным дождем. Поэтому надо, конечно, серьезно к этому вопросу относиться, это не только фейки, это действительно окружает нас, и этих людей очень много. И это часто бывает несчастная любовь какая-то, оттолкнули, и у человека вот это неприятие уже на всю жизнь, да. И может быть, есть больные люди, так и отпищат всего. Поэтому молитесь, чтобы не постигло нас. Да, но все ближе и ближе к последним временам, хотя об этих временах две тысячи лет назад говорили. Святые и наши апостолы говорили, апостол Павел говорил об этом. Но все ближе и ближе, действительно, и можно прочитать информацию, подтверждающую это, в интернете услышать об этом. Буквально на днях наткнулся случайно на информацию, там, какая-то девушка из Азербайджана продала свою девственность, есть какой-то сайт по продаже девственности, продала свою девственность за 221 миллион. И нашелся покупатель, это политик из Японии. Ну, в общем, вот, чего только не будет. То есть, все говорит о том, что мы действительно приближаемся к последним временам. До той степени, как это было перед потопом на земле. Виктор Ильич, я хотел сказать, брак, молиться за Игоря Третьякова с Юлей, с Чадовым. Короче, Игоря появился он. Появился здесь, встретился. Он у Татьяны Кузьминичной был. После Варнули появился. Да, ну, в общем, никуда они не уехали. Он просто работает, как обычно, я так понимаю, ну, там с колокольки. А Юля где-то здесь, в больнице, она работает. В общем, короче говоря, у них все нормально. Ходят они в храм московской поздравии, молятся. Но считают себя членами нашей общины. Ну, будем молиться. Использь все строит. Он там рассказывал, почему он хочет что-то на себя со стороны посмотреть. Ну, дай Бог брату как следует насмотреться на себя и увидеть внутри себя, что там еще очень много других. Молимся, будем молиться. Спасибо. Вот так, Господи, Господи сказал. Короче, он не против нас. Так, еще у кого есть слова? Да, да, да. Надя. Можно разрешите мне? Я очень кратко сократила эту статью. Помните, был вопрос о юродивых? И вот из богословско-литургического словаря я выписала, если разрешите, я вам зачитаю. Сразу скажу, что я не за юродивых, не против юродивых. Просто вот информацию из этого. Вот. Потому что тут сказали, что это обманщики, кто сказал, это святые, кто сказал, это лгуны, кто душевно больные. Вот как это, ну, церковь официально их называет и как к ним относятся. Юродивые вели крайне аскетический образ жизни. Не только смиренно переносили. Я, наверное, не сначала, что ли, начало? Точно, вот сначала. Юродивый. По-славянски переводится как безумный. Юродивыми были подвижники православной церкви, принимавшей на себя подвиг юродства. То есть внешнего кажущегося безумия основанием для подвига юродства служили слова апостола Павла из первого послания Коринфянам. «Ибо слово о кресте для погибающих юродства есть, а для них спасаемых сила Божия». Скопировала я оттуда четко, значит, там была ошибка. «Ибо когда мир в своей мудростью не поднал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. А мы проповедуем креста распятого для иудеев соблазн, для елинов безумия». «Если кто-то из вас думает быть мудрым в веки семь, то будь безумным, чтобы быть мудрым». Юродивы Христа ради отказывались, ради Христа не только от всех благ и удобств земной жизни, но также нарушали нормы поведения общества. Зимой и летом они могли ходить босиком, а многие даже без одежды. Многие из юродивых обладали даром прозорливости. Они принимали подвиг юродства из чувства глубоко развитого смирения, чтобы люди приписывали их прозорливость, то есть они предсказывали что-то, и это сбывалось, чтобы приписывали не им, а Богу. Поэтому часто они говорили, употребляли внешне бессвязную форму, говорили намеками, иносказательно. Как Инатих рассказывал историю про одного, и вроде он там сказал, «Возьми баночку», да, и сначала понять не могли, зачем она нужна, эта баночка, этой женщине. А они вот иносказательно как-то завуалированы, а потом все это было как пророчество. Другие юродствовали, чтобы потерпеть унижение и бесславие ради небесного царя. Были также такие юродивы, которые назывались в народе блаженными, которые не принимали на себя подвиг юродства, а действительно производили впечатление слабоумных, благодаря своей оставшейся на всю жизнь детскости. То есть вели себя как ребятишки, как дети. Если объединить молитвы, которые побуждали подвижников принимать за себя такой подвиг, то можно выделить три основных момента. Мотивы. Первый момент. Попрание от тщеславия. Весьма возможно при совершении монашеского аскетического подвига. Второе. Подчеркивание противоречия между истиной во Христе и так называемым здравым смыслом и нормами поведения. И третье. Служение Христу в своеобразной проповеди не словом или делом, а силой духа, облегченной во внешне убогую форму. Подвиг юродства – это специфический православный подвиг. Католики и протестанты не знают такой формы подвижничества. Юродивы по большей части были простые миряне, но также среди них встречались и монахи. Особенно распространено было юродство на Руси. То есть это православный, да еще и именно сугубо наш русский вид подвижничества. Дорога и драки. И рассвет юродства падает на 16-е столетие. Это тяжелый подвиг, который принимали на себя Христа ради отдельные люди, ради спасения души и служения ближним с целью нравственного их побуждения. Юродивы вели аскетический образ жизни, смиренно переносили побои. Их часто били, оскорбляли, гнали. Они там очень много чего терпели, разных лишений, но они всегда показывали подвиг смирения и молились за своих обидчиков. В 16 веке они пользовались большой известностью. Такой было несколько юродивов, блаженных. Самый известный в Москве это был Василий Блаженный. Помимо жития, память народная сохранила им множество преданий о нем. По преданию Василий в детстве был помощником у сапожника, проявил уже тогда в детстве прозорливость. И однажды он посмеялся и прослезился над одним купцом, который заказал себе сапоги. Потому что ему уже тогда, когда тот заказчик пришел заказывать сапоги, было открыто, что у этого купца скоро будет ближняя смерть. И он заплакал. Близкая смерть. Уйдя от сапожника, Василий вел в Москве бродячую жизнь, ходил без одежды, ночевал у какой-то боярской вдовы. В юродстве Василия характерно обличение общественной несправедливости и грехов различных сословий. Однажды он пришел на рынок и уничтожил товары, наказав тем самым недобросовестных торговцев. Все его казавшееся взору обычного человека непонятным и даже абсурдным. Поступки имели тайный, мудрый смысл видения мира духовными очами. Например, он швырял камни в дом добродетельных людей. А у других домов, где творились кощунства, он целовал стены. Как он это объяснял? Что у добродетельных людей снаружи висели изгнанные бесы, и он побивал их камнями. А у кощунников вдоль стен стояли ангелы и плакали. Ну вот такое ему было открытое видение. Подаренное царем золото он подарил не нищим, а купцу, потому что Василию было открыто, что купец потерял свое состояние и был в крайней нужде, но боялся просить милостыни. Когда ему подал царь питье, он вылил в окошко, чтобы потушить пожар в Дальнем Новгороде, который в это время шел пожар. Ну то есть у него такие вот странности, поведения. Я даже сейчас все давайте не буду читать сразу последнюю. Тут еще одного подвиг описывается. Как святой, тоже известный факт, был Николай Юродивый. Он встречался также с Иваном Грозным, и когда, помните, он ему предложил съесть сырое мясо. Да, и когда царь сказал, да что ты, сейчас еще и поздно, еще и сырое мясо, как я буду его есть, то Николай ему сказал, а кровь христианскую ты пить можешь? Вот. И последнюю вот прочитаем. Очень поражали юродивые иностранцев, путешественников. То есть для них это вообще было, что это такое. Очень много было иностранцев в Москве, и вот один из них, Летчер, пишет. Кроме монахов, русский народ очень чтит блаженных, юродивых. И вот почему. Блаженные указывают на недостатки знатных, о которых никто другой не смеет даже говорить. Но иногда случается, что за такую дерзкую свободу, которую они себе позволяют, от них тоже отделываются, как это было с одним или двумя в царствовании, которых удалили, так скажем. Их почитали пророками, явно обличаемые ими говорили по грехам моим. То есть если юродивый обличал кого-то из знати, тот соглашался и говорил по грехам моим. Если они что-то брали в лавке, торговцы их за это благодарили. То есть юродивый мог подойти, взять себе еды, и всего денег никто не брал, и благодарили, что вот он соблаговолил прийти и взять у них что-то. То есть почитали. Этому иностранцы удивлялись очень этому. По свидетельству иностранцев, в Москве было очень много юродивых. Но канонизировали всего лишь незначительную часть. Есть глубоко почитаемые юродивые и блаженные до сих пор, хотя и не канонизированные, но их почитают местно где-то. Таким образом, юродство на Руси по большей части даже не подвиг смирения, а форма пророческого служения, соединенной с крайней аскезой. Юродивые обличали грехи и несправедливости. Таким образом, не мир смеялся над русскими юродивыми, а юродивые смеялись над миром. Русские юродивые были воплощением совести народа. Почитание народом юродивых привело к тому, что появилось очень много лжей юродивых, которые преследовали сугубо корыстные цели. Или просто душевно больные. То есть не истинно юродивые, а душевно больные люди. Поэтому церковь очень осторожно подходила к канонизации юродивых, богословско-литургический соварь. Не знаю, насколько осторожно относились к канонизации, но если говорить о юродстве, о котором говорил апостол Павел, то все это юродство на Руси было не по Слову Божьему. Не по Слову Божьему однозначно. Господь дал каждому разум, и по разуму нужно было совершать. Потому что обличали апостолы, обличали, но они не были юродивыми. Они обличали, и правителей, и вокруг себя обличали, и принесли проповедь по всему миру. При этом оставались, да, Иоанн Креститель, да, без юродства обличали. Поэтому это, не знаю уж, насколько это все оправданно. Один Бог только определит это все. Но, однако, мы должны четко сказать, что это не по Слову Божию. Еще, у кого есть Слово? У меня есть Слово. Да? Я смотрю, у нас сегодня много братьев, ну, общая масса. У меня братья к вам. Пожалуйста, послушайте внимательно вопрос такой. Я во многих роликах слышу некоторые речи, и хочу спросить у вас напрямую. Скажите, пожалуйста, кто из вас после уверования служил в рядах армии России? Поднимите, пожалуйста, руку. После уверования служил в рядах армии России. Ну, Костя, еще знаю, Никита вот служил, его нету, но о нем я знаю. Кто из вас служил на альтернативной службе? Никто не служил. Я не знаю, Витя Савченко не служил на альтернативной службе. Нет. Обычный, вы просто поставили. То есть, таких у нас нету, да, получается? Нету. И никогда не было. И в Потеряевке я тоже таких не знаю. Кто-нибудь знает в Потеряевке таких? Нету, нету. Все, спаси, Христос. В обычной армии. А кто чего вопрос был? Не служил. Для меня, для меня лично. Ага. Хотела. С 23 февраля хотел поздравлять. Поэтому как можно никого с 23 февраля не поздравлять? Ну, я имею в виду в нашей общине, не у баптистов, в нашей общине. Все, все пацифисты. Еще у кого слово есть? Ина Тихонович. Можно? Да. Вот к слову о... Тихо, тихо, тихо. К слову о гей-параде. Там я не обратил внимания, но дата этого фейкового гей-парада 7 апреля. А мне мама говорит, так 7 же апреля Благовещение. И я сразу раз, то есть, ну, понятно, кто это делает и для чего это все делается. Осквернение наших... Перепись дураков. Перепись дураков. Пусть они ходят. Игнать Тихонович. Конечно. Да как они куда пройдут, когда ДВшников полно еще? Они дойдут недалеко. Седьмого апреля. Тихо, тихо. Ну, слово же уже дано. Ну, вот о чем вы говорили. Я думал, закончат не уродиум, а еще, кажется, о другом заговорили. Я снизу буду показывать это. Со словами гей-парады и прочее. Совсем недавно, года три назад, это было в Грузии. Церковь предупредила. Я не знаю, как это официально было, но мой крестник там, еврей, священник. Он был порученцем Ильи второго патриарха в Армении. Он сразу написал, мы выйдем с плаката вы против. Какие? Конкретный вопрос. А дальше показывает, как идет. Они вышли. Сколько там было? Там немного. И вдруг со всех сторон. Священники. Кто стул тащит, то что бить. Власть не может еще сделать, отбить их никак. Кое-как в автобус загнали, они автобус со всех сторон. Кто палкой, кто кирпичом. Все, навсегда вымылось, и больше их нет. Я не призываю ни к чему, просто это было. И было. А я перейду с плакатами. В Дании один из каких-то пресвитерианцев сказал, что это грех. Зачем называете гей? Содом. Содом мужчины разжигали с похотью друг на друга, делая сыра и получая в самих себе должное возмездие. Его арестовали и посадили. А почему? Вот надо дальше знать, почему. Потому что весь мир сгорит в огне. Содом сгорел. Теперь добирает полную миру, чтобы ударить. Это Господь допускает. Ничего не сделает. Мы знаем. Но будем отрицать, что Господь придет? Не будем. А что сгорит земля и все на ней? Тоже не будем. А перед этим Содом. Вот и все. И ничего нельзя сделать. Какая-то болезнь или что-то. Какая-то болезнь. Почему этой болезни нету? Ни в Судану, ни в Йемене, нигде нету. Исключительно, если как-то узнали, в один день только, их преследовали все. У Гитлера ни одного не было. Знаете, самый ближайший его какой-то был, РЭМ. И он захватил на этом РЭМ. Самый ближайший, который выдвинул Гитлера, поддерживал. Сразу же вставали и расстреляли. Ни одного гомосексуалиста не было. Сталин их преследовал. Уголовная статья была, ее убрали. Почему? Наступило время приближения. Одновременно, со всех сторон. Шварц, который был губернатором, он это ввел официально в Калифорнии. Говорить об этом не надо. Берегитесь. И больше ничего не надо. Вот сейчас дальше вопрос ясный. С Содом. И добираем полную меру, чтобы Бог ударил. Ударил-то одна треть человечества. Примерно 2,5 миллиарда обойдется эта игра. 2,5 миллиарда человек. Будут неничтожены. Запомните и держите. А почему? Так в Писании говорит. А какой грех самый главный? Вот это и есть. Большего не было греха. Творение Божие. Вершина. Человек по образу и подобию. И вдруг он делается хуже всякой скотины. Ни одна скотина этого не делает никто. Вот кошка, где же пришло время, она беременная, если или как-то. Кот на кота не лезет нигде. Это вообще нет. Нигде в природе этого нет. Это делает только сатана. Но перед этим говорили об юродивах. Что у нас в общей начнут говорить об юродивах, вот это для меня шок буквально. И что будет говорить именно врач, и второй шок у меня по затылку. Выровнять голову надо. Объясните нам, что такое шок у вас. Я сейчас объясню. А где Надя тут? Сортируй все это. За эпиграф возьму слова Серафима Саровского. Почему Серафим Саровский не одобрял юродство? Он говорит, на тысячу юродивых едва ли есть один настоящий. Вот и все. То есть 0,1% даже не получается. Есть канун. Если человек там придуряется, вот это делает, ну там как бесноватый, падает, на него наложить именно эту эпиграфию. Вот в одном храме, я тоже из литературы перед революционной было, появилась одна, стала кричать, Евангелие выносит, кричат. А женщины расположены к этим людям. У них тяготение такое, чтобы кто-то подчинялся, она над ним к богче. Она кричит, что солдатка, муж в армии был, она здесь и... Ей стали помогать. Другая, видя, что ей помогают, она тут же тоже стала кричать. Следующий священник пришел и говорит, а что это у вас такое делается? Юродивая. Так, всех задержать. Ни с кем не советовался, ни в полицию, нигде не позвонил. Сразу же затащили туда, где у него благочиние, и всем сыпали. Отпустили, юродство прекратилось полностью. Где тут? Нету, просто погасило этот огонь, и все. Но юродивая, это безумная. Безумие не прославляется, а мудрость. Горе безумным. Безумное называется безбожийки. Сказал, безумец в сердце своем нет бога. Нигде не было столько юродивых, как в России. И нигде в мире церковь не терпела такого поражения, как в России. Они довели ее, наконец. До завершайшей точки пришел один еще пигмей лысый, и всех поставил на колени. И тут же порубил головы. Юродство говорит, для мира, для евреев, для евудеев, перечисляют юродство. Они считают, как же так? Бог, человек. Вы думаете, что говорите? Вы, болейка, соображаете? Они считают это безумием. Мир посчитают безумием. А в церкви это есть. Вот один додумал, что делать. Я жития насчитывал, скажу, Симеон. Как же это мне угодить Богу? Угодить Богу. Заметьте, ни один в это время в России за 900 лет не пошел миссионером. Не считая Степана Пермского. Ни один. Почему? Путь закрыт. И Господь говорит, идите по всему миру и проповедуйте ни юродство, ни дурость. А Евангелие всей твари. Вот тут пришло мусульманство. Почему? Пустая почва. Где нашли, случайно даже где-то, ну, совсем один верующий-то. И там этот уголок, среди татар, живут русские православные. Или татары православные. Божье попирается, в сатанинское возвышается. Это не от Бога. Никак. Юродство не одобряется, но был один раз у важного человека. И у него выхода не было. Его зажали. И стоя с другой стороны, он спасся в чудесном городе, который всегда давал приют. И вдруг говорят, ну, этот человек еще столько зла нам наделает. Он что сделал? Давай пускать слюни по бороде и пальцем чертить на воротах. Ну, царю Анхосу доложили. У меня своих хватает дураков. Выгоните. И Давид Рад скорее убежал. Он поуродствовал два часа, допустим. Но опять вернулся на свою рельсу. Вот и все. Смертью никогда опасность. И тогда надо думать. А что это не так? Тогда не было психиатрических лечебниц. Вот они и дурили. А сегодня тебя упрячут, ты никогда не выйдешь оттуда. И такой у тебя минозильщик будут, что тебя расплавливают в путь, чтобы загнали в одно место. И то бы легче было. Ты там не был? А я был. Меня пытали и надували тело. Вот такое вот делается. Каждый член тела ищет свое место. И меня держали на приколе 26 лет, не два года. Я на эту тему могу говорить. Но меня Бог спас. Они вторгаются в разум. Ко мне так и не смогли. Не смогли. Потому что в то время, даже не зная еще о Христе ничего, у меня была крепкая вера в то, что это злодеи, и никак им нельзя покоряться. А молиться молился непрестанно. Только сохрани разум Господи. У нас здесь был архиепископ Дедион, Докукин фамилия его, в Новосибирске. Потом Ставропольским метрополитом стал. И вот она пришла ему, владыка, благословите, я родствую, я родствую хочу. Иди отсюда, ты от природы дура. Какое тебе родство-то еще нужно? Ты природная дура, и больше тебе еще не надо. Прогнал ее и все. А там знакомый, вот сейчас еще когда его пришли, до свидания. Больше никто не родствует. Я не призываю ни к чему, я только то, что знаю, говорю. С юродством мы пришли вот к тому, что есть. У нас и сказки все. Чтобы обязательно был дурачок, на печи лежал бы, а тут бы щука за него трудилась. Он даже не догадался, что из него пирог, благовещенную сострепить. И она все выполняла у него, а он на печи лежал, она дрова колетая. У русских все время так. Надо, чтобы где-то руководитель пришел придурок какой-то и руководил страной. Теперь от чужого говорит к своему. У кого есть свои дачи? Поднимите руки. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Так, вы в прошлые годы просили у меня, что так помек. Я ничего не выбрасывал от голубей. И даже гнезда еще и мне травой не застилал. Он был очень чистый. Нужно что, привезти или ведро, или там мешок. Мне эта неделя начинает таять. Нужно скорее собрать все. Я последние два месяца не прикасался. А нынче у меня, ну, 25 голубей. Значит, кто придет с посудой? Принести надо. Я сразу, прям оттуда и подам. Я не буду, если там нагрести могу, поставлю, как придете, принесите или что-то сделайте. Слышали все? Это тоже, ну, как навоз продается и везде. Я даром даю. Не сложно убирать этот. Я в прошлый раз говорил, на нас нападает один там, ну, кто он такой? Не знал. Я даже теперь попоминать не хочу. На этой неделе это было. Это что, это Бог приходит делать? Я просил по молителю, звать его Александр. Галетель. Составляет ролики, из моих роликов. Вытаскивает что-то, дальше переворачивает. Я везде враг, я змей, я антихрист. Вот никаких это, словарей не хватает, что он говорит. Что получается дальше? Это попадает в миссионерские отделы. Говорят, что это Новосибирский миссионерский отдел, а там Новопашин, отец Александр тоже. Ну, я не знаю, но так говорят. И они составляют ответный ролик. Значит, кто желает, я вам скину. Таких роликов я не видал ни разу. Они все терпят от этого человека 10 лет, который не работает. Оказывается, масон. Показывает, как принимают его масонскую ложу. Какая задача. Кто над ним старший. Как разрушить христианство. Разробить на счастье. Его где там, все остальное, по пунктам, по пунктам, по пунктам. У него все шло, все ладно. 10 лет, там переодевается каждое и каждое выступление. У вас. Угу. Вот совсем не пьешь. Мы собрали, мы должны выложить вот этот ролик. Да, ссылки, все, все. Говори. С миром. Нет, не хотел. Я просто думал, что ты ответил. Так, у нас собрание идет. Все, да? С Богом. Володя позвонил. Он мне позвонил, я сказал, 4,40, чтобы меня облудилось. А я встал, встал сегодня, 15, у второго, я уже не ложусь. Она держилась, через стенку 4,40 стущит. А я уже 2-3 часа на ногах. Так вот, этот человек, про него все говорится, его нигде, чтобы он вдвоем был, с фотографиями, нигде не показано, что-то на фоне домов, узнать, где он. Теперь все узнали, сколько могли. Житомир, Украина. Он два ролика уже больших поставил, третий ставит, еще больше часа. Это надо дергать все. И вчера снова новый поставил, что незаконный у меня этот дом. Украина, вмешивается, и хорошая фотография прокурора Пороскуна. Мы стоим с ним рядом, и вот теперь виноват прокурор, и где меня допускали, теперь туда будут писать, а тут безумие полное. Мы стали молиться. И вот когда стали молиться, там что-то у него полностью смехлось. Он нападал на своих стихотантов, то задача разрушить христианство. И там написано, и так было все 10 лет, но случилось, вдруг и точки стоят. И следующая страница переворачивается, показывает, я стою с ястребом, сокола держу в руке, другая, натолкнулся на Лапкина. Ну кто Лапкин? 80-летний старец, то другое, проповедует, был в тюрьмах, тысячи людей пришли к Христу. Если тот отдел Новосибирский, то они ко мне резко изменили отношения. Там мне на пользу все послужило-то. Они за мной гонялись, там давили, а теперь лучше меня никого нету. И они как теперь начали со всех сторон. Где он был? За что сидел? За какие разбои? Как изнасиловал старуху там? Два раза думал. То есть безумие полное. А он теперь только крутится, как на жареной сковородке. На сковородке поджаривает. Это Бог сделал. А у меня вчера я смотрю, что он там говорит. Ну, неудобно. Я едва-едва смех удерживаю. Полностью Бог лишил разума. Виноват. Теперь надо достать по Роскуна. Его там вроде судить или что надо. Дом этот прямо оттуда, из космоса, показывает, по улице останавливает. И наш дом видно. Здесь все. Там я иду где. То, что я там разрешение имел в тюрьме, работать с заключенными. Это не так. И дом не так. Ну, все не так. И все надо здесь. На митрополита надо сейчас нажаловаться. То есть помолитесь, чтобы митрополит Сергий поменьше терпел. Он говорит, все время стучат рогами. и показал стучат. Говорит. Но он, боже, человек. Даже не, нисколько не сомневаюсь, что он даст, если нужно, даст ответ. Он хорошо говорит. Так, у нас много снега было. Просто молчал. И никто даже братья, молодые, не позвонили. А где Никита? Был у него. Другой там ушел. Пошел, пошел. Никита, судьба разбита. Вот кажется, вчера был, сегодня нет. Вчера был, да. Какая нужна, когда все здесь? А если начинается с чего? А батюшка в алтарь потом возьмет. Так, ну можно было бы хотя бы позвонить. Как мы тут? А как, Володю нету, я с крыши не сложу. Я же умираю. А я еще покрутился, позвоночник-то, лещиный-то. Я все остать не могу. Не все нам терпеть. Хотя бы позвонил кто-то. Мы все очистили. Я три сарая. Два сарая очистили, то есть еще один остался. Никаких месяцев. На неделе что еще было? Володи нету. Вы знаете где. За Володей тут приезжает Сергей, и сегодня Михаил Петрович был утром затопил. Ну а я что могу, кормлю кошек, туда сажу в подвал. Ну все нормально идет. Заранее подготовил. На неделе должно быть, так показалось, приезжал ко мне этот американец, который здесь сельским хозяйством занимается, Солтонский что ли район. Меня предупредили, Володя с ним связался, и он едет туда. Джастус. Волтер, кажется, его фамилия. Так вот. Джастус. Джастус по-нашему Иуст. В Дианях Апостолов там, скажем, что первая или вторая глава. Иуст. А у них боги, это Джер, это Иисус, а не Джизос. Даже не догадаешься, о коме. Да, догадаюсь. И мы с ним побеседовали, встречают, Володя вышел, снял, и в комнату идет, и как в комнате был, и пока обратно проводили. Сейчас 20 минут. Он был на машине, кто-то с вами поехали. Вот. Поговорили. Ну, что говорить, вы просто сами увидите. По милости Господней, расстались по-хорошему. Я ему трехтомник подарил, вот этот, и кистину православия, для слова Божия нету, с пять книг подарил. А он вот такую маленькую баночку меду поставил мне. Ну, я не стал мед есть, Володя, я говорю, забери, и Володя забрал. Вот. Поговорили. Он говорит, в Америке, вот о чем я говорил, теперь еще подтверждение. 20 тысяч разных течений, что называть динаминациями. 20 тысяч. Я говорю, ты 2001 будешь. Никому не причиняются, я так, мне откроют. Я говорю, Златоуст, вы Златоуст не знаете, не Богу, то есть, ну, я сказал многое. то есть, вот это самохотение, отрицание церкви, это нигде. Христот говорит, я создам, создам всеонское горько, а вы откуда взялись? Разве вам дал право и сказал, после того, как увидите, что та церковь, которую я создал, она не такая, делайте новую. Но нет этого нигде. Во все времена Бог восставлял людей, даже измерянка, о чем говорит митрополит Сергий Строгородский, в которые повели народ, говорит, и давили, как Данка у Горького. Дальше. Вот с этим джастасом и устом коснулись некоторых вопросов. Я всегда говорил об этом. Это попадет ему. Ну, пусть знает, я ему в глаза сказал, тут еще нет. У него это, я 56 лет, верующий, впервые встретил такое явное, неприкрытое, просто открытое объяснование. Демон прямо говорит. Он никак не признает. Я говорю, ты можешь сейчас вот не хохотать? Это он смех такой где-то. Он не может. А раз не может, ты уже собой не руководишь. А сидим, разговариваем о чем-то. Даже с Дмитрием Смирновым, серьезный священник, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Опять. Маленько подгляд. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так смеется. А на самом деле голос не его, остальной такой голос. И вот у меня был здесь, я говорю, зачем ты это делаешь? Это объяснование. Мы идем здесь, я иду впереди, он за мной идет, темно здесь, Володя сзади идет. Никого нигде нету, ничем не разговариваем. Идет он, и пока прошел двор, раза два, сатана вылез. Идет, один, никого нету. от меня шага три, Володя там шага три, от него шесть метров, и он один, га-га-га-га-га-га. Опять. Почему? Есть такие харизматы, у которых называется это святой смех, подсадка веры. Он там был и не вышел оттуда. Значит, по-нашему, и уст, и лежат, запомните или нет. Я прошу, помолиться. Его впереди все самое трудное впереди. Он еще не знает, что и как. Поговорили мы, ну, хорошо, я ничего не скрыл, все ему это сказал. Ну, и вы тоже, это, не посторонне будьте. Значит, помолиться. Ну, что, увидим его, скажем, что мы сказали. А почему сегодня так в интернете буйствуем? Безнаказанность, он далекой, его никак нельзя взять. Безнаказанность. Но, однако, все равно и есть. Вот один тут заходил, какой-то, сам он, Алмазов назвался, и мою голову там отрезают, к какому-то прилипляют, где-то будут творят или что-то. И даже Надежу Васильевну подхватил. Я обратился, ну, что-то совсем никуда не годится. Она, дойти до стенки-то не может. Ну, я тогда созвонился с братом Севастьяном, посоветовался, и что, я обратился в прокуратуру, а эта прокуратура там данные взяла и туда направила. Там как взялись, охлопнули, все исчезло из интернета отовсюду, нигде ничего нету, по сегодняшний день. Как будто его такого и не было. Вот и все. Мы сидим с архиереем, тут беседуем, тогда был Максим Дмитриев, и наши втихи. И они говорят об единстве. Батюшка, как об единстве говорить? Вот, вот сейчас только выставили материал, ваши выставили материал, что мы никто, да другие, как поклоняемся сатане. Мы сатане, а этот сидит, епископ Максим, аж отшатнулся, да вы что. А секретарь сидит, и, кажется, Сергий Беляев тогда был, он говорит, да так написано, да что же это, а где это, ну горный алтарь. Я прихожу домой, нигде нет урберации, все стерко. То есть, ему стоило давнуть, ну и кончилось все. То есть, они не отвечают за свои слова безнаказанность. А это означает, мера беззакония ненаказанного космическая. Вот это рулетка называется, рулетка, специально такое. То есть, только зашел туда, ни регистрации, ничего нету, только зашел. Теперь идут перед тобой кадры, один там, другой там закрылась, опять ты нажал только, это следующий кадр. Открыто творят голый блуд, это все можно, и туда одно блудство. А вы зачем сюда? Затем, чтобы в эту бездну заглянуть и помочь. И у нас уже, если Господь благословит, уже примерно заготовлено, написано, около 120 роликов, как я беседую, как с мусульманами, сегодня такая прекрасная беседа была с мусульманином. Люди слышат о Христе. Ну, я немножко тактику изменил. Мы сидели в Володе, рядом кадры идут, но мы перекрестимся, мы православные. Я думаю, нет. Я делаю и так теперь, я один включаю, но мне плохо, что я смотреть там не могу. А там звук включаю, а они там матерятся, я не слышу, и не записываются. но я не вижу, что там в это время делать. Я беру псалтырь и читаю, глаза под... гляжу, все нормально. Если один сидит, я насчитываю, ну, минут 10, там, ну, 8, я тогда потихоньку подхожу, а он меня видит, я подхожу. Я говорю, вопросы есть какие-то? Да, я хотел спросить, а... и дальше начинается наша беседа. Иногда продолжается целый ролик из этого. Вот сегодня утром у меня составлено два ролика. Другие там безобразничают, где-то я не могу успеть выключить, а я тогда пишу, кто будет работать с этими, уже концовку обрезать. Примерно 50%, а это полмиллиона людей, написано, примерно 50% голые, до пояса или полностью. Показывают все органы там и прочее. Примерно 80% из тех, которые там есть, это мусульмане. Я вам объяснил почему. За каждую жену, хотя у тебя 4, надо платить солидный колын, тебе не отдадут ее. И бросить ее жену, так просто не бросишь. Потому что у нас, наоборот, у Давида еще и приданы, только заберите ее из дома. Она засиделась-то. Поэтому русские-то совсем не по-разному-то. У Давида потребовал вена какое, врагов уничтожить, 100 краеобрезаний. Это убийство, это у них подрезать и принести от необрезанных. Это вообще, что на ниточку нанизывал. Но это Писание говорит об этом. И вот здесь с ними, когда говорим, и видно, что Господь трогает душа. Как вы считаете, это что? Что же надо молиться об этом? Мы в эту бездну опустились. Теперь я считаю, Псалтырь, ну и все время на память что-то цитирую. Как будет, дальше не знаю. Но вот в данный момент все хорошо. Пока. Дальше не знаем, что будет. То есть тут идет работа. Митрополитик Сергий сказал, молиться надо. Сергею Козлову, 19 на 20, видимо, вещь, барабан от пистолета, и то есть вот стреляешься, смотри, все время, вот непрерывная рулетка эта крутится. Не какая-то рулетка, ну раньше было как это, с тем патроном заходит туда, или шерсть. Русская рулетка. Проигрался к себе, а может быть не чакнет, а в один патрон. И показывает, бац, и сам себя убил. Вот здесь, помолиться о нем, заканчивать целый путь. Я считаю, Господь услышал и ответил. И вот мы кое-что изменили. Дальше я не знаю что. Мы не сидели на месте. А то я считаю, говорю, смотрю, но бывает, может где-то что-то и пропущу. Они в кадр покажут. У меня есть еще человек нашелся, он просматривает, в случае чего я заблокирую, за мной переделаю, вырезает маленькое. Она бывает секунды две, но видно, что он не то делает человек. Вот. Теперь, знаете, состояние, Головина Владимира, сняли сан. Сан сняли в Болгарии, который был очень популярный. Вот у меня 30 тысяч подписчиков, у него там 150, кажется, было. Тысяч. Откуда были люди. И сына его, Анастасия, тоже попутно сняли сан. Этого безумия, просто, безумие даже нельзя назвать. Выходит священник и говорит, тут столько невежества. Весь суд продолжался 28 минут. 28 минут. Вот это распишись к расстрелу. Тройка когда работала. В интернете все это так и говорят. О нем молиться. Теперь вот не священник. А теперь выходит и говорит, сан. Сан нельзя снаться. Сан. Это, сан не посвящают. Вы даже не понимаете слово сан. Сан это, не генерал, а там, дворянин, барон. Вот это сан. У него этого не было. А как у католиков делают? У католиков запрещают, но сан, что называют, саном, дожесть, никогда не снимают. Он не имеет права благословлять и прочее. Запрещен. То есть можно стать как мирянином, можно все делать. Завтра же причащаться. Но за этим что-то стоит. Где-то сорвется это. А почему тут же сразу как-то кончили, бросились на Андрея Ткачева, который с Украины пришел, который на разные темы проповедует, очень популярен. Ну, а как же на него? Одна женщина ему позвонила, батюшка, что делать? Я вот исповедовалась, пошла домой, причастилась, оказывается, один грех не сказала. И он начинает тогда объяснять. Ну, что я могу сказать? Цепочку надо купить метро на два, чтобы священника приковать к себе и идти с ним. Как что-то забыла, батюшка, накрывай петпортилию. Вот это. И он как это разыграл, да сколько же дур-то навелось здесь-то? Это конца крайней. За кого вы священника считаете? Ну, на него бросились. Да вы священник, вы обязаны, это ваше дело. Ну, я прослушал от начала до конца. Мнения моего никакого нет. Но и его бить не за что. А ваше мнение о нем? Когда я первый раз его прослушал, я сказал, опасный человек. Опасный. Теперь припомнили, что он там говорил, какие раздоры на Украине и что оставил и как сюда приехал, бежал. Не знаю. Не знаю. Ему что-то где-то приписывают. Помолиться. Записать просто свой поминальник отец Андрея в опасности. Прямо ставят уже следующие кандидатуры за ним, чтобы его Господь сохранил. Он открытый. Ну, открытый, как все. Вот он говорит, очень бывает, хорошо говорит, а там видно, там покупают, ходят в храме, то есть он никого не видит. Соловей на ветке поет, а никто не слушает. Но он нуждается в помощи. Это определенно. Как Глеб Грозовской, которому 14 лет дали. Его всегда поминать, чтобы он не погиб, в отчаяние не впал. Я не знаю, правда где. Я не был на суде. Но думайте. Я не думаю. Мне некогда думать. Я обязан всем раз в день помолиться. Зачем думать, когда человек в опасности. Так, на этой неделе что у меня еще было? Приезжал Игорь Барабаш. Почти три дня ночевал, ждал какая-то конференция или что-то. Он на месте не стоит, все время движется вперед. Передовые какие-то методы, что-то нужно знать. Ныщен, особую косилку купил. Ну, чтобы Бог дал мне денег. Я Богу обещал, что если я буду богатый, каким-то чудом, ну, допустим, сейчас взять Трампа, мог бы мне хотя бы сто миллионов долларов дать. Не мог. На меньший комбайн бы я ему купил, все оборудование. Ну, это уже из области фантастики, но все равно. Ничего бы нигде, только Игорь, а потом бы уже школу строить и улицу одну. Людей, желающих много, а строиться никто не может. Вот. Которые с ребятишками, у него своих, семь, нет, десять, и четверо, которые приемные. Он в апреле готовится принимать крещение в православной церкви. Я говорю, а почему этот Стив, этот Степан, по-нашему, Стив, бичал, почему он нашел православие, а ты не нашел? Он не отвечает на вопрос. Они как бы друзья. А я этому уже, Стиву-то и написал. Друг-то ваш, он беснуется. Молиться надо, чтобы Бог избавил. Он не может. Не может, чтобы этот демон не хохотал. Зачем смеялся? Он не может ответить. А это, ну, не прикрытый, даже не признак, а беснования. И надо добавлять некоторые признаки. Терегуется молитву. Немножко еще скажу. Кого поминать? Вот, юродивых. А евреям 13, 7. Дмитрий Ростовский еще дотворец, митрополит Ростовский. Вот он написал эти 12 книг Жития Святых. И эпигром взял только один. Евреям 13, 7. Попоминайте наставников ваших, неуродивых, которые проповедовали вам Слово Божие, неуродство. И, взирая на кончину их, подражайте вере их. И насказательное можно сказать, и насказательное. Это неуродство. Иуродство, он придуряется. Он не знает, он ничего не говорит. Вот Семен, который впереди хотел сказать, он зашел в город, ну как же сделать, чтобы меня зауродила-то? И насказательное видеть дохлая собака. Он сразу ее снял в кушак, привязал ее за хвост и по городу потащил. Дети закричали, юрод, юрод, давай камни кидать в него. Все. Хлеб обеспечен. И этим люди занимались. Юродивый, но он не знает, что делать. Идет мимо бани, женская баня. Он выиграл с себя одежду, скинул и в женскую баню. Те-то не разобрались, глаза-то от мыла промыли, мужик сидит рядом. Они вот тазиками, водой, ну еще он выскочил, а другие уже знали, что он забежал. Что там будет-то? Ну, женщины-то свободолюбивые-то. Не под каблучники. И вот он выскочил. Ну, как ты там? А как? Как деревья среди деревьев. Я не чувствовал ничего. Да вода, холодная и горячая. Что мужское, что здесь? Больше ничего нету. И этого юродства нет конца. Да вы знаете, Семен Столпник, когда маленького приняли туда, и он не знал, что сделать. Послали его за водой, а веревка из пальмовых листьев не выступает, засыхает и режет. И он затянул так, что она вгнила, ушла в тело. Братья слышат, воня идет. Ну, от кого? Наконец увидели висенки. Смотрят, черви выпадают. А он глазом не моргнет. Когда одели, сняли, все ахмели. Что ж такое-то? И они его прогнали. Прогнали из монастыря. Он никому уже не покоряется. А он пошел. Ну, ему надо и уродствовать. Идти пасти скот он не пойдет. На проповедь это намерство запрещено. Потому что Христа будешь слушать. Сатана не допускает. Разве это от Бога? И он нашел колоний, глубокий, сухой. Он-то намернул. Ну, еще, песок там ударился. Ну, что интересно, все гады были там, оттуда вылетели. Наверное, уже было надушено там столько и... Ну, а дальше уже что? Видение, Богородица сказала, мой раб, найдите, вытащите, он будет. Ну, все такое. Забудьте об этом. Юродство, это когда мы говорим Христос спас. Как? Человек? Это Бог? Да вы дурнее дурного. Плотник себя не мог спасти на кресте. Вот это они считали юродством. А не то, чтобы кривлялся и показывал. Это дурь. И такая дурь, которая пропитала всю Русь. А спроси, какие благовестники прославились? Ты не знаешь? Я могу тебе сказать. Малоизвестно. Это Стефан Пермский, Пермяков. Он почти всех обратил. Он проповедовал и проповедовал, о которой они вывешивали богам своим. Тряпки какие-то, он их на портянке. Ну, никакого юродства нет. Был такой Гурий. Гурий переводится молодой лев. И он был в плену, но хорошо знал там татаро-монголы, знал язык. И оттуда, кажется, 400 человек вывел. Но он не юродствовал. Прямо говорю. Напан пришел к Давиду и рассказывает, как у одного было много вещей. Гость пришел, никого не заколол. А у одного была, на груди спала, и он заколол. Давид сразу восклонился. Явно не справедливость. Смерть ему. Это ты. Сколько же он 10? У этого одна была и отнял. Сам решил я. Сразу же. И он тут же отвечает, и Бог простил тебе. Это прямо мгновенно все прошло. Это не рулетка. Это истинный путь покаяния. Вот так можно сказать. Сказали дальше про бутылек какой-то. Это такой был у русских, совсем недалеко от нас жил. И он пас по-своему коров. И в это время я задумалась, как я питаться буду. Ну, нигде ничего нету в войну. А сама врач. Я подошла к нему и говорю, Никифор. А он коров пасет. Он не уродствует, а иносказательно говорит. Ну, я не знаю, как жить-то, чем, работы никакой нету. Он, говорит, наклонился, а там где-то бутылек лежит. Взял бутылек мне, говорит, иди с Богом, он прокормит тебя. Я пришла, вертела, крутила бутылек. Ну, что он хотел сказать? Я стала перебирать. То я умею делать масть против шеи. А в шеи заедали везде. Она стояла, масть, хозяйственное мыло, керосину, там определенная пропорция, настоять. И в деревне, а не, мала такая пошла, вшито, исчезают, и ей тащат, и молоко, и сметану, и творог, и от бутылька. То есть, а другая подошла и говорит, вот квартира большая, ну, как бы найти клиентов-то, чтобы жили, да маленько платили. Он говорит, ничего не надо. Какие ноты хорошие у тебя на полках? Она идет дорогая, ноты на полках. Какие ноты на полках могут быть? Идет, а соседи говорят, военный приходил, говорит, тут распределяли новые части, пригнали. К тебе пришли, тебя дома нет. Но к тебе поселили кого-то, что-то поют там. Она пришла там, туркмены, узбеки. Они уже быстренько эти сородили нары, шконки свои, на них, они, певчатская такая, они лежат и поют. Она пришла, ноты на глазах. То есть, ему это открыто, никакого юродства нету, никому не помешал. Такие люди действительно могли оказать какую-то помощь. Так что, об юродстве нежелательно, чтобы наши начинали еще юродство. Если не так говорит человек, вот юродиво, они так никогда не говорили. Это Исаия, 5 глава, 20 стих, или 8 глава, 20 стих. Если говорят не так, как Слово Божие, нет в них света. То есть, это тьма. Определенно. То есть, проверка очень хорошая. Галатам, 1 глава, 8, 9 стих. Если мы, апостолы, или ангелы, придут и будут говорить не то, что мы говорили, да будет аннафема. То есть, всему юродству аннафема вынесена. И дальше, 9 стих. Как говорила раньше, еще раз говорю, то не то будет говорить аннафема. Двойная аннафема, один раз, она всем юродиво. Леонид Иванович, у нас сегодня именинница, Леонид Иванович, вчера мы учимся. Давайте споем. Многое лето нашей сестре, Леонид Иванович. Многое лето, 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 Не просто многое лето, там во многое лето, возрастание в Господе. Аллилуйя. Господи, защити Родину нашу от нашествия и наплеменников от внутренних распри, от беззакония, которое втайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покажутся в небрежении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией, за то, что оставили Тебя и Слово Твое изреченность от Твоей Библии. Прости нас, Господи, Владыка Жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой даноставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а воводче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, чести и поклонения Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, примь нашу молитву воздяния рук, как жертву вечерней благоухания приятной перед престолом благодати Твоей, Владыка. Соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. О, всемогущий Создатель! Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный. Прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышит раб Твой. Аминь. Аминь. На славу Божию. Говорит, за магнитофоны дом дали. Магнитофон это маленькая часть. У меня есть, кто был большой в государстве, почему? Пленки, фанатеха, самое главное. Тот, который нападает, он ничего не знает. Не буду же доказывать. Да там вообще есть. Игнать, Чиклев, он просто так пишет, что попал. Ты не читал? За что? Да он за что? Я посолчил, он в 2 часа там пилит. Да он...